Девушки отдыхают В том виде, в котором он сейчас есть, по подготовке спасателей и специалистов в области пожаротушения, в области, в общем, защитная ситуация, это уже 11 лет пошел. Три основных специальности – это защитная ситуация, специальность – это пожарная безопасность и экологическая безопасность. Ну, чем они отличаются? Все это группа одна, большая группа специальностей, связанных с безопасностью. И, ну, отличаться, если так вот популически объяснить, пожарная безопасность – это специальность, это руководители среднего, выпускатель среднего вина, которая связана с тушением пожаров. То есть, если взять чрезвычайные ситуации, то где-то 70% они изучают, как бороться с пожаром. Специальность защиты в чрезвычайных ситуациях – это специальности 30% – тушение пожаров и все остальные чрезвычайные ситуации, как с ними бороться, как их туда привязать и, как их ликвидировать. Это связано с другими чрезвычайными ситуациями. Вот в чем разница двух онифортически параллельная и корреляция у них довольно большая. Ну, а экологическая безопасность – это, в общем-то, экология, это защита нашей земли. У нас есть начальное профессиональное образование, мы готовим автомехаников. И что сейчас мы перешли с этого года на новые стандарты, стандарты этого поколения. И в нашем колледже практически все ребята учатся, я говорю, не получают права водителя автомобиля, а учатся для того, чтобы получить права автомобиля. Потому что пришло мнение такое, что вот я приду в колледж, сяду за руль, меня научат, я получу права. Нет, мы его научим как. А права в инспекции, в государственной инспекции, которые будут, так как и спасатели. Тоже на спасатели, мы только учим. А сдавать он будет в межверситетном комиссии. То есть, как мы называем это, профессии и специальности под контролем. Которая еще другая, нейтральная, другая организация, другая организация принимает у нас эти экзамены. Ну, и надо отдать должное, что ребята, в общем-то, сдают. Ну, обучение у нас на бюджетной основе. То есть, ребята, которые закончили вот 9 классов и 11 классов, это бесплатное обучение. Они платят бюджет за них и все это. Ну, а всякие дополнительные там есть, у нас всякие дополнительные образования еще. Это, конечно, платно. Если ребята захотят, например, если у нас что-то в программе нет, например, у нас нет, бывает, захотят экологи, хотят научиться промышленному альпинизму. Пожалуйста, он может в вечернее время учиться, это какой-то столь деньги он носит. Он носит как, вот самый платит деньги какие-то, и он обучается этому промышленному альпинизму, дает соответствующий он и получает сертификат. Но мы стараемся делать это по минимуму, понимаем, что это для нас не бизнес, это для нас не... Это только как бы оправдать свои расходы только на это. И все, если дополнительное образование. Поступить к нам, ну, довольно просто и в то же время сложно. Правила у нас все такие же, как и для всех средних профессиональных учебных заведений. То есть после 11 класса мы принимаем по ЕГЭ, берем ЕГЭ, смотрим баллы, и, соответственно, проходит, не проходит балл. Но некоторые вот приносят, говорят, ну, у нас вот ЕГЭ там столько-то баллов. Я прохожу, у вас балл не проходит. Самое интересное, что я вот директор, когда до последнего дня принять документы, я не знаю, кто пройдет, а кто не пройдет. Потому что конкурс, он определяется, когда вот последний студент, ну, положено, например, 20 августа последний документ принять. Это принято 20 августа. Вот тогда я могу посчитать, сколько пришло этих документов, пришло, какой балл, какой балл, и сколько у нас бюджетных мест, например, бюджетных мест 50. Пришло документов 200. Вот мы смотрим тогда, какой проходной балл у нас получается. Вот тогда и я могу всем ответить, и это все. И все это у нас в интернете, на нашем сайте, все это есть открыто. Ну, кто поступал, те все знают. Девятиклассникам там попроще, ну, как бы получше, там, значит, экзамены в девятиклассе. Они сдают математику и русский язык. И вот в зависимости, какие они оценки получили. И опять-таки мы дожидаемся последнего сдавшего экзаменка в потоке. И тогда мы смотрим, какие экзамены, как сдали ребята, потому что по трудности экзамены практически все одинаковые. Но, тем не менее, у нас есть подготовительные курсы для девятиклассников. Есть подготовительные ребята, которые как проходят, они, как правило, если они нормально занимаются на курсах и что-то хотят, это им помогает, во-первых, это и в школе помогает. У нас довольно сильные преподаватели. В школе помогают сдать экзамены школьные. И в то же время они, им помогает это сдать, вот, сдать экзамены здесь. Да, есть, есть как бы льгота. Есть льготы для сирот. Есть льготы для ребят, которые отслужили армию и пришли. Есть льгота по направлению работодателя, то есть по направлению МЧС. Если он идет по направлению МЧС, то для него идет. Ну, как бы, льгот такой нет, но он идет по своему конкурсу. У нас всегда, каждый год мы объявляем, в соответствии с письмом работодателя, мы объявляем квоту. Но эта квота, ну, по закону, она не должна быть превышать 30% набора. То есть, например, набор 100 человек, то это не более 33 человек, я могу дать по квоте. У этих людей свой конкурс будет. То есть они подают, но у них также будет конкурс. Из этих по квоте мы собираемся, людей там, вместо 33 будет 36, 37, 40, 50, 60. Они идут вот между собой, вот такой порядок приема. Работа спасателя и пожарного это совсем не так. Там ведь есть и сутки дежурить, и работать до издеможения. И грязь, и кровь, и людские страдания там много. И так не всегда комфортно чувствуешь. Вот потому-то ребята, к сожалению, у нас примерно 30% не доходит до конца обучения. То есть они понимают, что они попали не сюда, и выходят. Но здесь нетупиковое образование, все равно они получают какие-то рабочие специальности, вот как водитель, там что-то еще, и могут уже как бы воспользоваться этим для будущей своей жизни. Ну, я считаю, наверное, кто такой спасатель? Мне кажется, что спасатель это же не специальность, не профессия. Это, наверное, все-таки зов души. Это такое состояние, когда человек всегда готов прийти на помощь. Спасатель не обязательно быть, вот положить в комарное удостоверение, нарисовать себе красивую наклейку, но ты можешь быть не спасателем. А спасатель это тот человек, который всегда может вам помочь в ближней мастерстве, тем, что случилось, и который знает, как это делать. Редактор субтитров А.Семкин